Друзья, всем привет! Меня зовут Марина Панкова и вы находитесь на моем канале. Сегодня я поделюсь с вами рецептом домашней колбасы. Готовила ее впервые и я думаю, что у меня это получилось. Ну что, не будем затягивать и начнем! Рульку замочить на час в холодной воде, а затем хорошо почистить шкурку. В кастрюлю наливаем воду так, чтобы полностью покрыть мясо. Отправляем в нее рульку, добавляем лавровый лист, перец горошком и варим до образования пены. Затем убираем пенку и уменьшаем нагрев. Варим на самом недленном огне примерно 2-3 часа. Чем больше рулька, тем дольше варим. Как только кости стали хорошо отходить, значит рулька готова. Выкладываем на тарелку и даем остыть, а затем начинаем разбирать. Мясо кладем в одну тарелку, в другую складываем шкурки и жирок. Заранее процеживаем полстакана бульона. Теперь нужно замочить оболочку. Я брала уже очищенную, покупала в метро и действовала по инструкции. Нужно было замочить в кипяченой воде на некоторое время. Вы изучайте инструкции на упаковке, которую купите. Итак, вернемся к мясу. Складываем в мясорубку шкурки и измельчаем. Мясо режем на средние куски. Я разделывала руками, мне так удобнее. Оно очень мягкое и хорошо расходится на волокна. Достаем глубокую тару и соединяем мясо, шкурки, специи и хорошо перемешиваем руками. Затем добавляем процеженный бульон и снова перемешиваем. Масса должна получиться вязкой. Ну а теперь нам остается сформировать саму колбасу. Для этого я взяла специальную насадку для колбасы и сосисок. Она продавалась в комплекте с мясорубкой и надела оболочку. В конце завязала узелок. Ну и с помощью мясорубки делала колбаски. Предлагаю на это посмотреть. Конечно, это можно делать и руками, но процесс сильно затянется. Как только наша колбаса будет в оболочке, отправляем ее в кастрюлю с водой, доводим примерно до 60-70 градусов и варим 30-40 минут. Следите за температурой, она не должна быть сильно высокой, иначе ее может разорвать. Как только приготовится, остужаем колбасу, убираем в холодильник. Сверху можно прижать грузом, чтобы она была овальной формы. Я ее оставила на всю ночь. Режется колбаса просто, а самое главное, что сделана полностью из натуральных продуктов. Всем приятного аппетита и до встречи в новом видео. Все ингредиенты укажу, как всегда, в описании.